Майские фьючерсы На поставочные фьючерсы На нефть марки VTI Стоили минус 40 долларов За один баррель Минус 40 долларов, не плюс, минус Такая ситуация в принципе Ожидалась, что, ну, даже никогда не ожидалась Никто не Мог себе даже представить Того, что фьючерсы на нефть Могут стоить отрицательное число Вообще любое отрицательное значение А уж тем более минус 40 и в итоге А в итоге они реально стоили минус 40 Вот, из-за чего это произошло? Произошло все на самом деле Из-за, в первую очередь Из-за карантина Потому что упал потребительский спрос На промтовары На продукты На, собственно Нефть, вернее даже не нефть А на нефти продукты, это бензин, дизель Керосин, потому что самолеты Не летают, машины ездят уже меньше Люди в основном все сидят дома Собственно потребительский спрос упал Как результат, больше, раз спрос падает Соответственно больше нефти хранится В нефтехранилищах Это первый Второй момент Добыча нефти как была На каком уровне она была На таком уровне она и осталась Более того, для того, чтобы сократить добычу Это не просто Страны ОПЕК плюс сошлись Договорились, договорились Так, ребята, сокращаем сегодня на 10 миллионов баррелей В сутки И все И крайне скрутили Все, добыча сократилась Нет, на самом деле так не происходит Происходит все гораздо сложнее Потому что для того, чтобы сократить добычу Нужно по факту законсервировать месторождение А консервации месторождений Это удар по В первую очередь Компаниям, которые его обслуживали Ну, понятное дело По нефтедобывающим компаниям Это само собой разумеется По компаниям сервисным, которые обслуживали Данные Нефти Нефтяные месторождения Потом Это Понятное дело Люди остаются без работы Дальше Инфраструктура Все Ну, каждую месторождению В принципе, нефтяные компании Строили свои дороги Строили Дома, здания И, соответственно, это было вложение в Ту же экономику В результате это все консервируется И доходы Доходы падают Инвестиции падают И это все сказывается на уровне промпроизводства И это все сказывается на уровне ВВП страны В частности Сейчас я говорю конкретно про Россию Потому что она больше всего попадет под Влияние изменения цен на нефть И, в частности, на данные сокращения Дальше То есть Теперь смотрите Спрос на нефть Возвращаемся Про Россию мы поговорим чуть попозже Возвращаемся к фьючерсам Спрос на нефть упал Придолжение пока еще осталось на высоком уровне Чем его компенсировать? Это все компенсируется нефтехранилищами Потому что они, собственно, и Наполняются Которые наполняются нефтью Нефть там хранится определенное время И в результате Когда возобновится спрос Оттуда она уйдет Следующий у меня Есть такой прекрасный город Кушинг В Оклахоме Сейчас про это, кстати, тоже поговорим В котором Вот это, кстати, карта корабликов Вот наша Оклахома Вот здесь Так, так, так Чуть-чуть выше у нас есть Так, чуть выше Далласа он был Сейчас где его Ага, вот дождалось И вот где-то в этом районе есть Основной хаб Где хранится нефть марки Которая торгуется на фьючерсе На которую торгуется на чекарской бирже Данный склад Данный хаб Уже был заполнен на 50% Еще в начале апреля И с каждой минутой Увеличивается объем В результате Он уже на данный момент Почти к 70-ти больше Процентов заполнен И понятное дело Что каждый Каждый дальнейший объем Похранения Он стоит дополнительно Денег И больших денег И более того Хаб тоже не резиновый И максимум Очень много хранить нельзя В результате Те трейдеры Которые Которые Во-первых Идем вышли на поставку Или не захотели Выходить на поставки И продавали фьючерсы То они продавали Данный Трактор Даже с доплатой Почему? Потому что стоимость Стоимость хранения Дорогая Негде хранить Вылить это тоже нельзя Так как Еще большие страфы По экономике По экологии И в результате Цены на Фьючерсные цены На нефть Марки FTI Падают в отрицательную зону Потому что В принципе Готовы даже Компании готовы Даже доплачивать Деньги за то Чтобы От них Забрали Эту Эту нефть Теперь следующий Как может Произойти То что Будет доплата Смотрите Если Если Контракт Был Заключен По цене Скажем Минус 40 То в таком В таком случае Происходит Следующее Есть покупатель Есть продавец Есть покупатель Есть продавец Продавец Дальше Они договорились По цене Минус 40 Понятное дело Что по этой цене Никто поставлять не будет Почему не будет Возможно Кстати Возможно Даже и по более низкой Могут поставить Сейчас объясню Будут поставлять По цене Которые Будет На Дату Экспирации Фьючерса То есть Назоваемый Седлмент Прайс Который Собственно Устанавливается На бирже В последний день 12 дней Последнего дня Торгов На Торгов Данного контракта Дальше Теперь смотрите Ну Допустим Цена На сайте Была В районе Плюс 11 Долларов То есть Получается Мы заключили Контракт По минус 40 Но Исполнение Произошло По положительной Цене Плюс 11 Теперь возникает Логичный вопрос А как так Может быть То есть Как произойдет Вот это Исполнение По минус 40 Произойдет Оно Максимально Просто Если есть покупатель Нефти Есть продавец Этой нефти Соответственно Если цена Растет То маржа Гарантийное Обеспечение Продавца Должно Покрывать Данные Изменения То есть В данном случае На минус 50 Минус 51 Доллар И Продажа Произойдет Уже по 11 Долларов За Один баррель Вот и в итоге Вот этот Этот 51 Доллар За баррель Компенсирует Продавец Из которого Со счета Которого И будет Списано В виде маржи И переведена На счет Покупателя Данная сумма Денег То есть Поставка Произойдет По положительной Цене А Фактическая Прибыль Будет На стороне Именно Покупателя Потому что Он получит Еще дополнительно 51 Доллар На одном Барреле В виде Непосредственно Данной Отрицательной Разницы Которую ему Заплатит Видимо Тот же Продавец Вот таким Образом И происходит Данная Процедура Вот Поэтому Если кто-то Говорит Что Сделка По минус 40 Не может Пройти Потому что Фьючерсы Торговались Там уже В плюсовой Зоне Она произошла По 11 Да Но Сделка Происходит По цене Фактического Покупки Контракта Если Цена Была Минус 40 В случае Мы получим Данное Изменение Так как Минимальный Контракт Это Тысячу Баррелей То Соответственно Кто Купил Один Контракт Получил Дополнительно Плюс 51 Тысячу Долларов На ровном Месте Вот То есть Да Такой Может быть Теперь Теперь Смотрим Дальше Хорошо Один Хап Но Вот эти Все Красненькие Кораблики Это Все Танкеры Крутого Эта Танкера Раз И Снова Танкер То есть Это Все Танкеры Которые Стоят На Якорях То Есть Они Никуда Не ездят Они Просто Стоят На Месте Раз Два Три Четыре Вот Погнали Смотрите Сколько Есть Здесь Уберу Вот Это Теперь Смотрите Идем Идем Чуть Ниже Возвращаемся К Саудовской Аравии То же Самое Картинка Большинство Из них Просто 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 Стоят На Месте Не Все Конечно Но Большинство То Вот Пожалуйста Сколько Танкеров Здесь Находятся И Особенно Вот Возле Сингапура Где Наш Сингапур Секундочку Вот Здесь То же самое То есть Все Все Вот эти Красники Вот Это Те Танкеры На которых Сейчас Хранится Нефть Стоимость Обслуживания Данного Танкера Идет От 250 До 400 Тысяч Долларов В день Много Это Или мало На самом Деле Немало Вот То есть Мы приходим К тому Что На данный Момент Спроса На нефть Нет Такого Как Было Раньше Это Раз Приложение Огромное Хранить Негде Сейчас Даже Выгодно Не иметь Нефтедобывающую Компанию Нефтебазу Которую Будет Хранить Потому что Можно Устанавливать Максимальные Цены И В принципе Спрос Есть На хранение Нефти Так как Больше С ней Ничего Делать Нельзя Вот А теперь Идем Дальше А что Дальше Хорошо Данная Ситуация Нам Показала Про то Что На данный Момент Нет Уже Такого Большого Спроса На нефть И Эпоха Эпоха Такого Бурного Роста Нефти Которая Была Еще Буквально Несколько Лет Тому Назад И Вот Этот Весь Давайте Даже Перейду На Более Сложный Треймфрейм Вот Весь Этот Бурный Рост Который Начался По Нефти Двухтысячных До 2008 Года Потом Второе Восстановление После 2008 2009 Видите Он Все Время Идет На Падение И В принципе Это Падение Продолжается И дальше И дальше И в итоге Мы можем Видеть цены На нефть В диапазоне Того же Нитя В районе 10-20 Долларов За баррель И Эта цена Плюс Минус Здесь И будет Находиться В Ближайшие Несколько Даже Лет А то и Десятилетие Потому Что Пока Ожиданий Того Что Оно Вернется Обратно На 40 В принципе Пока Нет И На Это Особо И Нет Оснований В итоге Компании Которые Занимаются Нефти Добычу Особенно Маленькие Компании Придется Консервировать Свои Месторождения Это Все Это Банкротство Раз Трое Большие Компании Скорее Всего Получат Финансирование От правительства И Переседят Этот период Карантина И Когда Возобновится Спрос В итоге Они Смогут Выжить А возможно Даже Поглотить Более Мелкие Компании И В результате Сформируется Несколько Компаний Которые Будут Заниматься Добычей Нефти В мире Собственно И Нефть Перейдет Уже В разряд Такого Стабильного Сырья Которое В принципе Можно Держать Перекладываться По аналогии С тем же Золотом Это конечно Не сильно сказано Но Золото Это больше Как наличная Валюта Но Это будет Что-то Такое Более Стабильный Стабильный Актив Который Будет Как Недвиженность Сейчас Который Будет Стабильно Давать Доход Стабильно Расти Но В то же Время На уровне 3-5 Процентов В год Не больше То есть Такого Быстрого Роста Быстрого Сплеска Как Это было Во все Предыдущие Годы 2000 Мы еще Помним Но Извините Было 20 лет Тому Назад Кто Еще Запомнил И успел Посчитать То это 20 лет Тому Назад 2000 Год Это Очень Много 80 Это Уже Было 40 50 Лет Тому Назад Мы Когда Еще В 2000 Году Обсуждали Что Война Была В 40 Годах Это 60 Лет Тому Назад На 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 Уже Прошло 20 лет С 2000 Там Уже Скоро Уже Больше 80 Лет Это Очень Большой Срок И За Такое Время Экономика Меняется Поколения Меняются И В ближайшее Время Нужно Смотреть В сторону Более Новых Технологий Это Те же IT Технологии Биотехнологии Зеленая Энергетика Блокчейн Технологии То есть Блокчейн Тут Не идет Именно Биткоин А именно Облучение Технологий Потому Что Именно Эти Активы Будут Давать Действительно Хорошую Доходность И Действительно Хороший Рост Вот На данный Момент Если Даже Посмотрим На Индекс Насдак 100 Видим Вчера Было Падение Сегодня Плавное Восстановление То же Самое По S&P С&P500 Уже Постепенно Идет Восстановление И В принципе Даже если Сейчас Обвал Мы увидим Еще дополнительно Чего Я ожидаю Что Как минимум Еще процентов На 10 Мы можем Упасть То Это Обвал Будет Быстро Выкуплен Особенно По Технологическим Компаниям И Мы Увидим Возможное Даже Обновление Максимумов Если Говорить Про Такие Интересные Компании Которые Можно Взять На Долгосрок Это В первую Очередь Me Out Mid Это Просто Шикарная Компания Которая Которая Перспектива Роста Есть Чуть Или Не На 15 Ксов В Течении Амазон За Весь Этот Период Карантина Не то Что Не упал Он Вырос И Принес Очень Даже Неплохую Доход Ница Для тех Кто Его Покупал Обновил Максимум И торгуется На своих Исторических Максимумах При том Что У него Еще Есть Додел Роста К 3000 Это Как Минимум То На данный Момент Если Мы Сейчас Вернемся Обратно К нашей Нефти То Эпока Нефти Постепенно Уходит В ближайшее Время Нам Следует Больше Присматриваться К технологическим Компаниям И Технологическому Сектору Нефть Будет Как Стабильный Актив На уровне Недвижки Той же На уровне Золота Это грубо Но Что-то Будет Между Золотом И Недвижимостью И Будет Стабильный Доход Все-таки Нефть Полностью Не уйдет Так На ней Завязано Много Потреб Товаров На ближайшее Время Если Еще И В сентябре Месяце Будет Начнется Вторая Волна Кризиса Так Первая Волна Прошла Как-то Очень Безболезненно Скорее Всего Будет Вторая Волна Более Болезненная И В таком Случай В частности Кризиса Связанного С Коронавирусом То В таком Случай Парни Вероятно Можем Видеть Дальнейшее Снижение Цен На Нефть По золоту Вы писали Мне тоже В комментариях Отвечу Заодно Золото 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 По золоту Текущая Тенденция Далее Вверх Можем Видеть Обновление Текущий Максимум Дальнейшее Движение 1800 2000 Доллара За одну Тройскую Унцию Вполне Вероятно За ближайшее Время Это не за Неделю Не за Две Это Ближайший Месяц Лето Вот это Примерно Так и Будет Дальше Россия Вернее Россия Больше всего Попадает Из-за Изменения Цен На Нефть И сокращение Добычи Так Где Россия А вот Наша Россия Что в России Первое В России действует Бюджетное правило Которое Поддерживает Курс Рубля В частности Было принято В 2017 Году Данное Бюджетное Правило И Базовая Цена На нефть Равняется 40 долларов США За один Баррель Это в ценах 2017 Года На данный Момент Это примерно 42 с половиной Доллара За один Баррель Что это За такой За такая Цена Если Нефть Торгуется Ниже Данной Цены То для Того Чтобы Поддержать Экономику Для того Чтобы Поддержать Курс Курс Валюты В первую Чуть Чтобы Не было Бешеных Прыжков Так как Экономика Завязана Россия В первую Чуть На нефти То В таком Сучее Центральный Банк С фонда Национального Благосостояния Начинает Продавать На На Валютно Бронки Начинает Продавать Валюту Доллар И Соответственно Курс Стабилизируется И поддерживается Но Это если Ниже 42 Долларов За Один Баррель На данный Момент Нефть Марки Уралс У нас Торгуется В районе Сколько У нас Обе Эти 18 Это Бренд И Витяйка Торгуется Они там Плюс-минес Одинаковые 11 Долларов За Баррель То есть Сейчас Это Из Данного Фонда Благосостояния Которые На 1 Иной Третьей Было 123 4 Миллиарда Долларов США Согласно Последним Данам В Апреле На 1 Апреле Уже Было 165 3 Миллиарда Которые Есть В Фонде Национального Благосостояния И Из этих Денег Сейчас Часть Будет Продаваться На Открытом Рынке По моим Предварительным Расчетам Если Сократится Даже Добыча На 10 Баррелей По миру В России В частности Сократит Порядка 1.8 2 2 2 Миллиона Баррелей В сутки То в таком Суча Данного Фонда Хватит Примерно На 2 2 Года Там Даже Есть Еще Дополнительное Правило Что Не Больше Чем Если Если В фонде Осталось Меньше Чем 5% К ВВП То В таком Суча Можно Использовать Не Больше 1% Из Этого Фонда На Стабилизацию Непосредственно Курса В таком Случа Этого Фонда Фактически Хватит Еще На Меньше И Если Цены На Нефть Так И Будут Продолжаться По Такой Цене А Скорее Всего Они Так И Будут Продолжать Торговаться По Этой Цене По В таком Случа Курс Рубля Придется Очень Даже Нехорошо И Мы Можем Видеть Дальнейший Его Рост Как Минимум К 82 А То И К 90 100 Рублей За 1 Доллар То Это Ближайший Прогноз Не Особо Он Оптимистичный Но Это То Что Есть На Данный Момент И То Что Мы Можем Ждать В Ближайшее Время Если Даже И Ударит Очень Сильно По Экономике И В таком Случа Может Начаться Еще Дополнительное Бегство От Риска А Это Еще Сильнее Ударит На Курс Рубля Потому Что Начат Выводить Нерезидента Свои Деньги С Россия С Те Же ОФЗ Менять На Доллар И В результате Мы Видим Еще Больше Дополнительный Сплеск Спроса На Курс Американского Доллара По Отношению К Рублю И В результате Мы Реально Можем Видеть 85-90 Долларов За 1 Рубль Уже К Концу Года То Это Не Особо Оптимистичный Пронос Но Это Действительно То Что Есть На Данный Момент Более Того На Этой Неделе Мы Можем Ожидать Еще Снижение Процент На Ставок В РФ Раз В пятницу Выходят 0.20 Или На 0.25 Процентов Или На 0.5 Процентов Даже Если Такое Снижение Произойдет Исходя Из Текущих Доходностей По ФЗ Которые Не Дает И Если Не Будет Больше Ожидаться Снижение Процентов Ставок То Случай Реально Может Произойти Без Сват Риска И Инвестирование В Другие Более Менее Рисковые Активы Это Тоже Активы В США Или Других Странах Поэтому Курс Рубля В Ближайшее Время Можем Ожидать На Дальнейшее Снижение И Это То Что Произойдет В Ближайшее Время По Курсу Гривна Кстати Тоже Такой Интересный Момент Ожидается На Этой Снижение Процентной Ставки И Я думаю Что После Снижения Процентной Ставки Произойдет Тоже Такой Небольшой Сплеск Роста Курса Доллара По Отношению К Украинской Гривне И Это Будет Такой Достаточно Сплеск Где-то 27 Гривен То Что У нас Есть На До Изменения Процентной Ставки Я думаю Мы Еще Увидим Снижение Может Даже На 26 50 26 70 Примерно Такой Диапазон Где Будет Дорговаться Украинская Гривна По Фондовым Интерсам Как Я Уже И Сказал В Ближайшее Время Я Еще Жду Снижение Где-то На 10 Процентов Это По Спиваю Тит Фонд Который Потребляет Интерс С Так Ну И В частности По Трибл Кю Это Итфон Который Повторяет Динамику Индекса Насдек 100 Как раз До Самых Групных Технологических Компаний Тоже Падение Где-то К уровню 196 200 Вот В этом Диапазоне Можно Уже Постепенно Будет Подбирать На Дальнейшее Обновление Максимов Где-то К концу Года Так В принципе Если Посмотреть По Секторальному Изменению Ценосы Начала Года То Технологические Компании Лучше Все Держатся И Буквально Еще Когда это Было 17 Апреля Они В принципе Находились Практически В руле По отношению К Началу Года Вот Начало Года Вот Наша Цена Была То есть Изменения Никакого Не произошло И даже Несмотря На текущую Волокинность Так Что касается Теперь Других Валют Валютная Матрица На Эту Неделю У нас Выглядит Следующим Образом Наиболее Интересным У нас Будет Австралия Новой Зеландия По Покупкам И Пока Еще Канада Всматривается В Тоже Именно Канадский Доллар Больше Всматриваю Все Таки В Покупку Хотя Цена На Нефть Тоже На Него Сильно Ударят Но В ближайшее Время Еще Можно Его Поддержать Вот Так Все Видим Флетти Практически Находится Особо Таких Интересных Активов Нет Поэтому Давайте Пройдемся Что у нас По технике На данный Момент Счет у нас Постепенно Торгуется По сделкам Я сейчас Пройдусь По каждому Разберем Если Сейчас Все Закрою Будет На счету 8000-150 Долларов Что Очень Даже Не Дурно За 12 Недель С 5000 Итак Евро Доллар Пока Находимся В диапазоне Тенденция Больше Вверх Вниз Поэтому Ждем Дальнейшего Роста К уровню 1.12 Как минимум Если Вы Торгуете На долгосрок То В случае Можно Постепенно Подбирать С дальнейшими Долевками С шагом Где-то Полтора Процента Правда Я говорил В первых Еще Видео Которые Были Только На канале Поэтому Можете Посмотреть Так Фунт Доллар Тоже Пока Такая Не Совсем Понятная Картина Я бы В него Лучше Не Заходил Мы С Вами Говорили На прошлом Эфире Про то Что Можно Попробовать Конечно Продать Но Это Такая Рисковая Сделка Поэтому Я бы Фунт Пока Не Трогал Дальше Доллар Франк Та же Самая Картина Что И По Евро Пока Мы Находимся Ровно По Центру Если Будет Падение Фондовых Индексов Вполне Вероятно Укрепится И Швейцарский Франк И Возможное Дальнейшее Снижение К уровню 95.70 Дальше Доллар Иена Та же Самая Картина Больше Идет На Укрепление Если Будет Падать Фондовый Рынок Чего Мы Ожидаем В ближайшее Время То есть Если Мы Пробьем 106 Можем Пойти Дальше Но Пока Ждем Я бы Здесь В сделки Вообще Ни Не Заходил Так Новозеландец Иена Ждем Его Пока Больше Новозеландец Будет Играть Важную Роль И Тенденция Больше Наверх Поэтому Я пока Данную Сделку Буду Держать До Нашего Тейк Профита Нзда Йозда Та же Самая Картина Тенденция Больше На Покупку Поэтому Ждем Дальнейшего Роста К Тейк Профиту Дорлар Канадец Больше Продажи Чем Покупка Но Сигналов Как Таковой Сейчас Нет Поэтому Ждем Дальнейшего Роста Видите Небольшой Флэт Произошел И Дальше Будем Расти Вот Эту Сделку Я буду Закрывать Скорее Всего Когда Обновим Вот Эти Максимум Тут Уже Можно Будет Все Закрыть И Прибыль Будет Хорошая В общем По Инструменту И В принципе Дальнейшего Роста Я не думаю Что он Скоро Будет Будет Где-то Здесь Флэт Дальше Аут Канаду Заходить Не буду Хотя Здесь И Рисуются Сигналы Но Они Больше Спекулятивные Далее Аут Франк Тенденция Больше На Вершие Вниз Но Тоже Сигналов Пока Нет Ни По Технике Ни По Макро Поэтому Ждем Аут Ена Та же Самая Картина Тенденция Больше Вверх Сделка У нас Уже Была Одна Пока Ждем Пока Я бы Не Заходил Если Все Нормально Пойдет То Ждем Его Наверх Если Нет Будем Еще Доливаться По Более Низким Ценам Дальше Канада Иена Та же Самая Картина Пока Канаду Ждем На Укрепление Ждем Франк Иена Ровно По центру Ничего Не Делаем Евро Аут Дошел До Тех Профитов Сейчас Видите Во Флете Торгуется Тоже Ждем Если Будет Пробой Этого Уровня И Возможный Возврат Можно Попробовать Его Купить Но Учитывая Что Австралийский Доллар Наиболее Интересная Валюта Для Воложения То Евро Аут Лучше Пока Не Трогать Или Заходить На Продажу Со Стопами Но Как Вы Понимаете Я Не Торгую Такие Краскосрочные Спекулятивные Сделки Я Больше Работаю На Дорог Там Больше Укрепления Евро Во флете И в целом Больше Продажа Мы Находимся На Максимумах Теоретически Мы Здесь Можем Заходить Сделку На Продажу Поэтому Давайте Это Мы С вами И Сделаем Наш Тейпрофит Будет Где-то В районе Уровня 1.48 Туда Я Сейчас Поставлю 0.05 Все По Классике Продаем Дальше Евро Франк Сделки Есть Пока Ждем Далива Пока Никаких Не Делаем Сигналов Тоже Пока Нет Евро Фонд Была У нас Такая Сделка Отложку Ставил С вами В прямом Эфире Видим Пошло Хорошее Движение Наверх Пока Ждем Дальнейшего Роста И Тенденции Верх К нашему Тейпрофиту Евро Иена Ждем Пока Пока После этого Падения В принципе Да Сигнал Образовался На Покупку Технически Можем Попробовать Его Купить С дальнейшими Даливками Но Объемом Поменьше Тейпрофил У нас Будет Где-то На Уровне 118 То есть Вот На Этих Уровнях 118 Половина Где-то В этом Районе Есть Так Дальше Евро НЗД Тенденция Больше На Продажу Но Здесь Пока Сигналов Нет Фунт Аут Тоже Пока Сигналов Нет Фунт Канада По центру Ничего Нет Фунт Франк Не Интересен Фунт Йена Мы Забрали Свои Профиты Как Видим На Практически Самый Максимум И ждем Дальнейшего Движения Фунт НЗД Пока Сигналов Нет Хотя Мы На У У Сделаем Стейком На Уровне 2 0 2 Так Дальше НЗД Пока Сигналов Нет Доллар Рубль То О чем Мы С вами Говорили Что Сейчас Небольшой Сплеск И Дальше Посмотрим Куда Будет Ити Но Пока Я И Не Продавал И Не Покупал Пока Мы Находимся Ровно По центру Ждем По Технике Ничего Нет Золото Как Я Если Вы Торгуете Золото Больше Ищите Сигналы На Рост Я Его Пока Не Буду Заходить Жду Что Будет Дальше По Биткоину Стабилизируемся И В целом Тенденция Больше Вверх Чем Нез Платина Сырье Снижение Пока Спроса Нет Сырье Пока Будет Ити В Продажу Все Далее По Наздаку То О чем Мы Как Говорили Еще Небольшое И ждать Дальнейшего Роста В принципе На фонду В индексах Это Можно Делать СНП Та же Самая Картина Поэтому Пока Нигде Не Заходим По Виксу Шикарно Вы Помните Его Торговали Пока Сигналов Нет Если Еще Будет Хороший Сплец Можно Будет Его Продать Нефть Нефть Наша Прекрасная Нефть Конечно Все На Покупку Рисуется Но Пока Я бы Не рисковал Заходить Сделку Потому Что Может Быть Все Что Угодно По US Oil Тоже Видим Тенденция Пока Вверх Тоже Такой Важный Момент Сейчас Много Говорят Что Вот Там Брокеры Не Показывали Неправильные Котировки И так Далее Смотрите Брокеров Здесь Показывается Котировка Не За Майский Фьючерс А За Июньский Фьючерс А Июньский Фьючерс Красс В целом На сегодня Все Я думаю Информация Была Максимально Полезной Сделки Позаходили Инфу По поводу Текущего Состояния России Украины И В целом Рынка нефти Поняли Собственно Нефть Уходит Такой Стабильный Актив Который Будет Пользоваться Спросом Но Расти Уже Не такими Быстрыми Темпами Как Раньше И Продолжит Вернее Выйдет На уровень Разряда Актива Аля Недвижимость Стабильный Постоянный Но Небольшой Вот В ближайшее время Ближайшее будущее По нефти Согласно Моему мнению Вы конечно Можете Спорить В комментариях К этому видео Пишите Даже Свои вопросы Я их буду Читать Уже В следующих Видео Для того Чтобы У нас Был Конструктив Диалог И Побольше Живого Человеческого Общения На этом У меня Все С вами Был Михаил Ричер Успехов Вам Деньги И Будьте Успешны